На больничной койке больше трех месяцев. Именно столько. В Костанайской городской больнице находится маленький Данил Мандрик. Родители годовалого мальчика недовольны работой медиков. По их мнению, лечение было неправильным и несвоевременным, что повлекло за собой тяжелые последствия. Ребенок перестал ходить, разговаривать и самостоятельно принимать пищу. Врачи, случившимся, своей вины не видят. По их словам, они делали все, чтобы спасти жизнь малыша. Медкарту годовалого пациента изучили наши корреспонденты. Еще три месяца назад маленький Данил был вполне обычным ребенком. Бегал, говорил свои первые слова и не выпускал из рук любимые игрушки. Беззаботное детство закончилось в апреле. Именно тогда малыш попал в больницу. А несколько дней до госпитализации он температурил дома. Вызывали три дня скорую. Скорая вызывала зубы, зубы, говорила, температуру. Потом на следующий день проснулись у него на 4 понедельник, 21 апреля. У него затек глаз. Мы приехали в 3 часа. Нас в реанимацию забрали только в 10 часов вечера. Если бы чуть-чуть пораньше, может быть, забрали его, как может быть, что-то было бы по-другому. Именно мы бы сейчас не были бы таким. Он дома все уже мог делать. Он играл, сидел и кушал, все делал. Мама, папа говорил. Сегодня малыш все еще находится в больнице. Теперь он ни минуты не может обходиться без мамы. Мальчик утратил все приобретенные ранее навыки. Ничего не может ни сам, ни кушать, ничего. Вот тут у него произошел суть. Я так понимаю, вот где-то тут полностью у него что-то лопнуло. Они нам говорят, что менингита не было, менингита никакого не было. Лечили от того, что совсем не знаю, от чего лечили. Температура пришли, температура до сих пор держится. Три месяца температура у ребенка держится. Куда это? Пришли же за помощью врачам. Нет никакого. Я думаю, угробили ребенка. Мне инвалидом совсем сделали. В городскую больницу ребенок попал с диагнозом токсикоинфекционный гастрит. После проведенного обследования у малыша выявили другое заболевание. В спинномозговом пункте был сквозь мой гной. Вот если в норме должно быть лейкоцитов в пределах 8-10, то в данном случае оно уже исчислялось тысячами. На основании этого был выставлен диагноз гнойного менингита. После госпитализации Данил попал в отделение реанимации, где в общей сложности провел 29 дней. Сюда он поступил с подозрением на нейроинфекцию. Диагноз в скором времени подтвердился. Был выделен микроб так называемый цитробактер, который очень такой патогенный. Стоком крови попало в нервную систему, именно в головном мозге, что привело к развитию того, что мы видим. У родителей маленького Данила к медикам много вопросов и претензий. Они сомневаются в своевременности и правильности проведенного лечения, намерены доказать наличие медицинской ошибки и обратились с заявлением в прокуратуру. Управлением здравоохранения, согласно их ответа, нарушение деятельности медицинских работников не было установлено. Но вместе с тем прокуратурой города инициирована была проверка паром контролем деятельности медицинских работников на оказанные медицинские услуги. Для завершения всех проверок потребуется почти месяц, а пока родители малыша ищут правду самостоятельно. В свою очередь медики намерены подать в суд на семью Мандрик за клевету и оскорбление. Наталья Острокова, Сергей Трактенберг, Станай.